Новости, которые оставляют тень горечи и печали, сегодня звучат особенно громко. 2024 год, внес свою лепту в наше сознание, оставив за собой незабываемые моменты радости, но и тяжелые потери, которые мы испытываем вместе с вами, нашими дорогими зрителями. Сегодня мы стоим перед вами с сердцем, полным скорби и тяжести, чтобы поделиться новостью, которая окутывает нас густым покрывалом грусти. Сегодня мы с вами провожаем известного и любимого многими артиста, чьи шедевры, персонажи и талант, оставались в наших сердцах на протяжении многих лет. На Троекуровском кладбище мы сегодня говорим прощай, нашему яркому светилу Леониду Ермольник. Его жизненный путь был заполнен творчеством, страстью и непревзойденным мастерством, которое он дарил нам через каждую роль, каждое слово, каждый взгляд на экране или сцене. Леонид Ермольник не просто играл роль и он оживлял их, делал своих персонажей настолько реальными, что мы забывали, что это лишь кинематография или театр. Он смог сыграть множество образов, оставив в наших душах незабываемые отпечатки, которые навсегда останутся с нами. Леонид родился на Дальнем Востоке, в небольшом поселке пограничном Приморского края. По национальности Леонид еврей, чего никогда и не скрывал, как и его родители. Но семья у будущего артиста не была религиозной, он далек от иудейской веры, не знает ни языка, ни обрядов, от чего также не страдает. Его отец Исаак Ермольник служил офицером мотострелкового батальона Советской Армии, а мать Фаина работала врачом-лаборантов. Но его творчество это не только фильмы, спектакли. Леонид Ермольник был истинным мастером своего дела, продюсером, ведущим телепередач, сидел в кресле строгого члена жюри КВН. Он пробовал себя в различных областях и всегда оставался на высоте. Сегодня мы говорим прощай не только талантливому артисту, но и замечательному человеку, который был любящим мужем, заботливым отцом и преданной семьяниной. Его супруга Оксана и дочь Александра, сегодня испытывают тяжелое горе, но мы верим, что память о Леониде Ермольнике будет их поддерживать, в этот трудный момент. Невозможно переоценить вклад, который внес Леонид Ермольник, в отечественное кино и театр. Его имя станет вечным символом творчества, любви к искусству и настоящего мастерства. Сложно поверить, что человек, который казался таким невозмутимым, таким непоколебимым в своем творчестве, вдруг оказался так близок к нам, так уязвим и так же обусловленным жизнью, как и мы сами. Леонид Ермольник и его супруга Оксана, как и многие из нас, столкнулись с болезнью, с темным облаком, которое неожиданно окутало их жизнь. И несмотря на всю свою славу и успех, они оказались на том же уровне, что и миллионы людей, борющихся за свое здоровье. Эти последние дни были испытанием не только для них, но и для их семьи, для всех кто верил в них и ценил их талант и человечность. Мы стояли вместе с ними, поддерживали их мыслями и молитвами, надеясь на их выздоровление. Но сегодняшние новости оставили нас безутешными и огорченными. Прощание с Леонидом Ермольником стало неизбежным, но теперь его дух будет жить в наших сердцах, и в его неповторимых произведениях, которые останутся с нами навсегда. Леонид Ермольник был не только талантливым актером, но и выдающимся продюсером, чьи работы, оставались в сердцах зрителей на протяжении долгих лет. Его вклад в российское кино и театр невозможно переоценить. Одним из знаковых моментов в его карьере стал фильм «Московские каникулы», где Ермольник впервые сыграл главную роль и дебютировал как продюсер. Этот фильм стал настоящим триумфом не только для актера, но и для всей его команды. Леонид Исаакович с легкостью вжился в образы героев и показал свой талант не только как актер, но и как продюсер, получив признание критиков и зрителей. Но его талант не ограничивался только кино. В сериале «Заколдованный участок Ермольник» проявил себя как драматический актер, создавая убедительные образы и заставляя зрителей поверить в каждое слово и действия его персонажей. За свою работу в этом сериале он был награжден престижной государственной премией. Его вклад в отечественное кино был признан не только в России, но и за ее пределами. Фильмы с его участием получали признание на международных кинофестивалях, а его образы становились источником вдохновения для многих актеров и режиссеров. Леонид Ермольник не только снимался в кино, но и вел успешную телевизионную карьеру. Он был ведущим популярных программ, таких как «Форт Боярд», «Отели Элк Клуб», где его юмор и обаяние завоевали сердца миллионов телезрителей. Также Ермольник не раз участвовал в рекламных проектах, принося свой неповторимый шарм и харизму в каждую съемку. Его присутствие на экране всегда придавало рекламе, особый шарм и запоминалось зрителям на долгое время. Все эти достижения делают его незабываемым и неповторимым. Мы скорбим по его уходу, но знаем, что его наследие будет жить в сердцах тех, кто ценил его таланты и обаяние. Он смог пройти через все преграды, не утратив при этом своей неповторимой индивидуальности и внутренней силы. Леонид Ермольник, был примером настоящего мастера своего дела, человеком, который всегда отдавался своему искусству, на все 100%. Леонид Ермольник был не только выдающимся актером и продюсером, но и замечательным человеком, чья доброта и теплота, оставит неизгладимый след в сердцах тех, кто имел счастье познакомиться с ним лично или через его произведения и выступления. Его творчество проникало глубоко в души зрителей и оставалось с ними навсегда. С его участием создавались фильмы и сериалы, которые становились частью культурного наследия нашей страны, вдохновляя и восхищая поколения зрителей. Он был примером для многих не только своим профессионализмом, но и своим человеческим качеством. Леонид Ермольник всегда отличался искренностью и открытостью, и его обаяние и теплота покоряли сердца миллионов. Несмотря на трудности и испытания, с которыми ему пришлось столкнуться в жизни, он оставался сильным и мужественным, воплощая в своих образах и на экране истинные ценности и человеческое достоинство. Весной в СМИ появилась громкая новость о госпитализации актера вместе с женой. Якобы у него случился гипертонический криз, а Оксана попала в больницу из-за проблем с сердцем. Ермольник поспешил опровергнуть слухи, сообщив он проходил плановое обследование, и никаких проблем со здоровьем у него нет, как и у его супруги. Сегодня мы скорбим о его уходе, но помним и чтим его как выдающегося артиста, замечательного человека и непревзойденного творца. Пусть его добрый дух и великолепное творчество останутся с нами навсегда, напоминая о красоте и величии человеческого духа. Леонид Ермольник ушел из жизни, но его наследие останется с нами навсегда. Пусть его память будет светлой и незабвенной, как звезда на небе, освещающая наш путь и вдохновляющая на великие дела и творчество. Его уход оставляет огромную пустоту в сердцах многих, кто ценил его как артиста и как личность. Но мы знаем, что его наследие будет жить в наших сердцах и в памяти поколений. Его фильмы, его выступления, его образы будут продолжать вдохновлять и радовать нас, напоминая о том, что истинное искусство бессмертно.